Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастья дарят. Дружбы алые зори над хлебтами горят. Дружбы алые зори над хлебтами горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. На этой неделе мы отметили Международный женский день. В этом году для многих представительниц прекрасного пола этот теплый, нежный праздник приобрел другое значение. Каждый день матери и жены с трепетом ждут возвращения домой своих мужей и сыновей, которые сейчас на передовой в зоне специальной военной операции. С ними встретился губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Участницы встречи отметили помощь, которую им оказывают. В частной беседе Владимир Владимиров узнал у женщин, с какими проблемами они сталкиваются, и пообещал помочь каждой семье. Ставрополя разработают новый туристический продукт в сфере медицинского туризма. Он будет включать удобную программу обследования, оздоровления без очередей, организованный трансфер, заселение в гостиницы, имеющее диетическое меню, а также экскурсионное обслуживание. Как сообщили в мэрии, гостиницы и турагентства города уже подписали соглашение на очереди договоры с медицинскими учреждениями. Разработка такого продукта поспособствует увеличению туристского потока, позволит медицинским и туристическим компаниям открыть новый клиентский сегмент и стать первопроходцами в сфере медицинского туризма на Северном Кавказе, сказал глава города Иван Ульянченко. В Ставрополе назвали имена победительниц конкурса «Женщина года». Торжественная церемония награждения прошла в концертном зале Ставропольского дворца культуры и спорта. Традиционно конкурс проходил по трем номинациям «Хранительница семейного очага», «Успешная молодость» и «Женщина на высоте». Так, обладательницей первого места в номинации «Хранительница семейного очага» стала Ирина Скрынченко, мама девятерых детей, пяти девочек и четырех мальчиков. Ирина является членом Координационного совета по делам многодетных семей при губернаторе края. Звание «Успешная молодость» удостоилась Анастасия Нартова, вокалистка Ставропольского театра песни «Вива», концертно-творческого объединения «Аккорд». В прошлом году Анастасия завоевала первое место во Всероссийском творческом фестивале работающей молодежи «На высоте» три гран-при в престижных конкурсах «Волна успеха», «Великая страна» и «Единство России». Обладательницей главного приза в номинации «Женщина на высоте» стала преподаватель истории и общества знаний гимназии номер 24 города Ставрополя Наталья Герасимова. В прошлом году педагог стала победителем международного конкурса методических разработок, представив на нем свой авторский цикл классных часов для девятых-одиннадцатых классов. Главным призом для победительниц конкурса «Женщина года» стали ключи от новых автомобилей. Вести Карачаева, Черкесия Курорт «Архыз», который ежегодно принимает более 700 тысяч туристов, является главной точкой притяжения туризма на Северном Кавказе. Об этом сообщил вице-премьер правительства страны Александр Новак. За последние два года правительство помогло вывести курорт на операционную рентабельность. Силами корпорации «Кавказ.РФ» создано 27 километров трасс, система искусственного снегообразования, восемь современных канатных дорог, вся необходимая инфраструктура. Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности масштабировать этот опыт на другие проекты, а также продолжить работу по развитию Северного Кавказа. Министерство по делам молодежи Республики выделили более 109 миллионов рублей на реализацию программы комплексного развития молодежи. Об этом сообщил руководитель ведомства Ибрагим Татаркулов. По его словам, средства будут направлены на создание и развитие молодежного центра, подготовка специалистов IT-сферы и создание школы программирования, а также образовательные тренинги, направленные на оказание содействия трудоустройствам, создание летнего палаточного лагеря на 90 мест. В столице Карачаево-Черкесии завершается капитальный ремонт детской музыкальной школы на улице Даватора. Возобновить ремонтные работы поручил глава Республики Рашид Тимрезов во время прямого эфира с жителями региона. Ранние работы были приостановлены из-за невыполнения подрядной организации своих обязательств. Открытие музыкальной школы, капремонт которой не проводился почти 50 лет с момента ее основания, с нетерпением ждут и более 300 воспитанников, а также педагоги. Сейчас в здании завершается ремонт второго этажа, параллельно ведутся работы на первом. Обновлены все кабинеты, актовый зал, санузлы, заменены старые полы и двери, система отопления и электропроводка. У Мартикиев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». В Кабардино-Балкарии зафиксировано и большой рост реальных доходов по стране по сравнению с предыдущим годом. По данным Росстата, в целом в 2022 году реальные доходы россиян сократились на 1,4%. Однако в 12 регионах, среди которых Кабардино-Балкария, был зафиксирован их рост. По словам специалистов, отчасти это связано с высокой базой 2021 года. Тогда прирост реальных доходов россиян был наибольшим за последнее время и составил 3,8%. Кроме того, несмотря на то, что именно сырьевой сектор в 2022 году стал основным объектом для западных санкций, он показал умеренно оптимистичные результаты по его итогам. В Кабардино-Балкарии направят свыше 15 миллионов рублей на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Финансирование программы выросло в 5 раз по сравнению с планами 2020 года из-за коррекции цен на услуги. В региональном управлении ветеринарии заявили, что в мае в Нальчике введут в эксплуатацию приют довременного содержания и лечение безнадзорных животных, в котором одновременно смогут находиться более 120 собак. Кроме того, в упомянутом ведомстве подготовили проект постановления правительства о том, какие меры следует принять, чтобы животные без владельцев не причиняли людям вреда. В документе также включен пункт о защите зверей от жестокого обращения. На данный момент указанный проект проходит процедуру согласования. Власти Северной Осетии выплатят по 100 тысяч рублей приехавшим в республику 20 жителям Херсона и Херсонской области. Об этом сообщает Министерство социального развития республики. Единовременные выплаты предназначены на обзаведение имуществом и выделены фондом развития территорий. В декабре 2022 года Кабинет министров республики одобрил мероприятия, направленные на оказание поддержки жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке в Северную Осетию. Министр образования и науки Элла Алибекова встретилась с учителями-ветеранами труда. Обсудили школьную программу, особенности общения с учениками, обменялись опытом работы. Говорили о патриотическом воспитании молодежи, преемственности поколений и роли педагогов в формировании личности. Также были подняты темы изменений в системе образования, которые сегодня происходят крайне быстро. Министр поблагодарила учителей за многолетний труд и вручила им памятные подарки и благодарственные письма. Во встрече приняли участие педагоги, которые работают в системе образования 60 лет. По словам ветерана педагогического труда Нины Котельниковой, в педагогический труд всегда востребованы такие встречи с коллегами и внимание со стороны государства трогают и дают надежду на лучшее будущее. Около 300 тонн яблок поставила Северная Осетия в регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Республика начала отгрузку фруктов в Башкортостан и Татарстан, Свердловскую, Тюменскую, Новосибирскую и Нижегородскую области. Помимо этого продолжаются поставки посадочного материала и семян. 150 тонн семян льна направлено в Краснодарский край, 3000 штук подвоев яблони в Тамбовскую область. По данным пресс-службы ведомства, больше всего карантинных сертификатов оформлено на партии зерна. Объем перемещаемой продукции в порты Астраханской области и Республики Дагестан составил более 4000 тонн. Заре Маджикаева для радиожурнала «Зори Кавказа». В Ингушетии в этом году в 9 муниципалитетах благоустроят 22 общественные территории. По данным Министерства Ингушетии, на благоустройство из федерального бюджета выделено свыше 138 млн. рублей. Сейчас же заключаются контракты с подрядными организациями на выполнение строительных работ. В территории, требующие благоустройства, в первоочередном порядке отобраны в 2022 году в ходе рейтингового голосования. За полтора месяца он на голосование с 15 апреля по 30 мая свое мнение высказали 57 735 жителей Республики старше 14 лет. На выбор было представлено 44 дизайн-проекта в 9 муниципальных образованиях. Предполагается замена существенного освещения, укладка тротуаров, установка малых архитектурных форм, спортивное покрытие на площадках, асфальтирование и другие. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года. Помимо этого, по линии Минавтодора Республики проводится капремонт по улице Сулеймена в Назране. Капремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас же на объекте проводятся подготовительные работы, идет замена ветхих коммуникаций. Уже после проведения замены водопроводной трубы, подрядчик приступит к основным работам. По проекту здесь предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка знаков, замена старых светильников и обустройство разметки. Как отметил министр, автомобильных дорог Батыр Хаматханов организовано взаимодействие с коммунальными службами. Назране в этом году также будет отремонтированы еще три улицы. Это улицы Восточная, Центральная и Картоева. Для закладки ботанического сада на базе Ингушского госуниверситета в Магайсе выделен земельный участок площадью около 60 тысяч квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Махмуд Олег Калиматов. Он напомнил, что в минувшем году к нему обратился ректор вуза Фатима Албакова с просьбой помочь с организацией ботанического сада на базе университета. По словам Калиматова, через пару месяцев специалисты приступят к строительству необходимой инфраструктуры. Ранее Албакова рассказала, что на территории сада высадят сотни деревьев, экзотических цветов и кустарников. Множество троп будут пересекать ручьи с диковинными рыбами и другой живностью. Проект будет реализован в 2027 году. Спортсмены клуба Адия Ахмата успешно выступили на первенстве Ингушетия по греко-римской борьбе среди младших юношей 2008-2010 года рождения. По информации Федерации, спортивные борьбы с публикой соревнования проходили в физкультурно-ноздоровительном комплексе сельского поселения Нестерской Сунжинского района. Воспитанники клуба Адия Ахмат по итогам турнира получили путевки на первенство Северо-Кавказского федерального округа, которое пройдет весной текущего года в Карачаево-Черкесии. Ева Томгоева специально для журнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика. Образовательные организации Чеченской Республики получили очередной подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Об этом сообщил министр образования и науки региона Хош Балтидаев. В рамках крупной благотворительной акции в ряд государственных образовательных организаций Чеченской Республики поставлены интерактивные образовательные комплексы. Улучшение материально-технической базы образовательных организаций окажет большой подспорье в работе по цифровизации системы образования Чеченской Республики. Вопрос модернизации материально-технической базы образовательных организаций региона держит на особом контроле глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Школы и колледжи республики регулярно получают современное оборудование, что позволяет более качественно реализовывать образовательную программу, отметил глава Министерства образования и науки Чеченской Республики. Работник 17-й пожарно-спасательной части по охране Русмартанского района Альби Ахмадов завоевал золото в чемпионате России по джиу-джитсу, который проходил в республике Ингушетия. Кроме того, дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы Димхан Тазбаев занял первое место в чемпионате Чеченской Республики по вольной борьбе. Как отметили в региональном управлении МЧС, сотрудники ведомства показывают высокие результаты во всероссийских и республиканских спортивных мероприятиях. Все высокие достижения сотрудников главного управления МЧС России по Чеченской Республике становятся возможными благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, добавили ведомстве. Зарета Ларсанова, специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан. В Дагестане создан Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей. Глава Дагестана провел совещание по актуальным вопросам. Сергей Меликов обсудил с Кабинета министров функционирование Центра социальной поддержки, участников военных конфликтов и членов их семей. Также говорили об освоении бюджетных средств органами исполнительной власти и о том, как исполняются поручения, данные в ходе прямой линии с главой региона. Дагестану выделят порядка 8 миллиардов рублей на повышение надежности электросетевого комплекса. С начала года на фоне минусовой температуры в республике сложилась непростая ситуация с электроснабжением и газоснабжением потребителей. Одной из главных причин перебоев поставок ресурсов является сильный износ электросетевого комплекса. Для улучшения сложившейся ситуации ПАО «Россети» совместно с правительством республики разработана программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на период 2022-2025 годов с общим объемом финансирования на сумму порядка 8 миллиардов рублей. В Махачкале заработал Центр «Добрые руки» для выпускников детских домов и интернатов. Основатель Центра – сам подопечный детского дома Дмитрий Цаур. Центр помогает ребятам с проживанием до получения социального жилья, полагающегося воспитанникам по закону. С ними будут работать педагоги психологии и юристы для подготовки документов. Безернися Гусейнова для радиожурнала «Зури Кавказа». Радиожурнал «Зури Кавказа». В столице республики Дагестан в преддверии 8 марта большой группе дагестанок вручили государственные награды. Медали святого Луки Крымского, символа верности своему долгу и сестринскому делу, на Ставрополье получила старший сержант, медицинская сестра военного клинического госпиталя Росгвардии в Пятигорске Елена Оберган. В Чеченском государственном университете имени Кадырова прошел семинар «Диалог. Трудности в спорте на пути к большим победам». В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой Карачаево-Черкесской республики стартовала неделя карачаевского языка и литература. В Ингушетии найдены артефакты, представляющие научный интерес для всего мирового сообщества. На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии завершается второй фестиваль снежных скульптур. Во Владикавказе в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова активно готовятся к новым постановкам. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». В Махачкале в Доме Дружбы в преддверии 8 марта по традиции прошло награждение большой группы дагестанок государственными наградами. Это матери военнослужащих участников СВО, врачи, учителя, общественные деятели, ученые. Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил каждую с Международным женским днем, вручил букет и государственную награду. Репортаж корреспондента ГТРК «Дагестан» Виктории Кубаевой. Кто-то из этих женщин, преподаватели и медработники, вторые, деятели науки и искусства, третьи посвятили всю свою жизнь воспитанию детей. Большой белый зал Дома Дружбы собрал женщин, в которых сочетаются сила и доброта, любовь к своему делу и самоотверженный труд. Эти женщины способны на карьерный взлет и заботу о близких людях. Свои поздравления и пожелания в преддверии женского праздника озвучил глава республики Сергей Меликов. Хотелось бы поздравить вас с праздником. Привите наше сердечное поздравление с Международным женским днем. Это замечательный весенний праздник. Он пронизан светом любви, гармонии. Наше выяснение и уважение к матерям, сестрам, дочерям, спутницам жизни. Женщине органично переплетают лучшие качества. Самодвижность, забота о близких, духовная чистота, трудолюбие, терпение, чуткость, умение прощать нас. Они энергичные, труженицы и мастерицы, эффективные специалисты и чуткие мамы, супруги, коллеги. В республике немало талантливых и состоявшихся женщин, проявивших себя в самых разных сферах жизни. Хранительницы семейного очага растят детей и воспитывают в них нравственные ценности. В этот праздник особое внимание женщинам, воспитавшим настоящих героев. Их сыновья сегодня защищают родину. Отвращаюсь сегодня к матерям военнослужащих, добровольцам, тех, кто на передовой защищает нашу родину, обеспечивает безопасность государства. Вы вырастили достойных сыновей и дочерей нашей родины. Поколений, которые будут бережно заботиться об историческом наследии страны, приумножать и защищать ее богатство, строить общее надежное будущее. Четверо сыновей Сусанханум Хайрулаевой отстаивают интересы нашей родины в зоне СВО. Ее старший сын, прорываясь через окружение, был ранен. За проявленный героизм награжден Орденом Мужества. Работа такая. Они любили военнистов. Другим мамам что скажете, у которых сыновья там? Да им тоже здоровье. Гордость, да. Такие сыновья. Великая материнская любовь созидательна и помогает строить счастливую семью, убеждена многодетная мама Кисран Асланова из Табасаранского района, воспитавшая 8 дочерей и 6 сыновей. Все говорят счастливы, и я сама говорю тоже очень счастлива, что такая большая, счастливая семья, то есть большая. Гордитесь своими детьми. Обратитесь. Я безумно благодарна, что оценили мою работу. Хотела бы поблагодарить и передать привет своему коллективу МФС города Буйнадска. Без их помощи, поддержки, веры у меня бы, наверное, ничего не получилось. На самом деле, тех, кого любят и ценят, женщин достойных внимания в республике гораздо больше приглашенных на церемонию. И все они будут поощрены и награждены в течение дня. Радиожурнал «Зори Кавказа». Медицинские сестры всегда на передовой в борьбе за жизнь и здоровье пациентов. Высшая награда для них – простое и искреннее. Спасибо от тех, кого удалось вырвать из лап недуга, а порой и смерти. Пандемию коронавируса именно медсестры проводили практически все свое время с больными. За это многие из них удостоились медали Святого Луки Крымского – символа верности своему долгу и сестринскому делу. На Ставрополье такую награду получила старший сержант, медицинская сестра военного клинического госпиталя Росгвардии в Пятигорске Елена Оберган. С ней пообщалась корреспондент ГТРК Ставрополье Дарья Юрьева. В медицине Елена Оберган около 20 лет. В выборе профессии в какой-то степени настояли родители. Хотя выбор и был изначально между музыкальным и медицинским училищем. Ну, я окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Можно было бы поступить в училище от учитанного педагога. Но вот я больше склонялась к медицине. И настояли на выборе этой профессии мои родители. Они считали, что для женщины это самый лучший вариант, так как я смогу помогать людям, близким. Я прислушалась к совету, но ни разу об этом не пожалела. Но музыка из жизни Елены Васильевны не ушла. Она часто после рабочего дня садится за фортепиано и наигрывает мелодии. Говорит, сочинять приятнее самой. Елена Васильевна получила диплом медицинской сестры и пошла работать в приемное отделение городской больницы Пятигорска. И на тот момент мой родной брат, он служил офицером в Тобе, и рассказал мне о госпитале. Посоветовал. Говорит, попробуй себя на военной службе. Я задумалась, почему бы и нет. И вот так случилось, что было вакантное место. И я пришла работать в терапевтическое отделение, в котором как бы и по сей день служу. Работа в пандемию поменялась кардинально. Для приема больных выделили целый этаж во втором военном клиническом госпитале Северокавказского округа войск Национальной гвардии. В эту красную зону в числе первых отправилась медсестра, старший сержант Елена Аберган. Я заходила в красную зону с первой группой. И тогда пугал не объем работы, и не особые условия какие-то, а неизвестность, что будет, как будет, как это все будет происходить. Тяжело и непривычно было в костюме работать, когда на тебе две пары перчаток, ты в респираторе. Наверное, самое большое неудобство было, когда запотевали очки, и ты ничего не видишь. А со всем остальным мы справились. Благодаря медперсоналу за два года пандемии в госпитале не было ни одного летального случая. Медицинские сестры, несмотря на риск подхватить смертельный вирус, не отходили от пациентов ни днем, ни ночью. В один из дней в красную зону поступил тяжелый пациент. Стандартное лечение не помогало. Все силы, которые мы прикладывали, все делали как надо, как правильно. И все равно не могли добиться улучшения. В одной из ночей мужчине стало плохо. На крики соседей по палате прибежала Елена. Следом врач. Он поручил медсестре как можно скорее подготовиться к транспортировке в реанимацию. Благодаря быстрым и точным действиям мужчину спасли. Он до сих пор с теплотой вспоминает медсестру, находившуюся постоянно рядом. Он вышел с реанимации. Мы снова попали в отделение терапевтическое. Мы его видели, мы приходили к нему проведывать. Он нам был бесконечно благодарен, что спасли ему жизнь. И сейчас мы и в одноклассниках дружим с ним. И на связи всегда. И с праздниками друг друга поздравляем. То есть мы с ним на связи. В Чеченском государственном университете имени Ахмада Катырова прошел семинар-диалог «Трудности в спорте на пути к большим победам». Рассказывает корреспондент ГТРК «Война» Хасламбек Атуев. В качестве спикеров на мероприятии выступили непобежденный чеченский боец смешанных единоборств Хамза Чимаев и мастера адаптивных видов спорта победители многокороссийского соревнования Расул Назиров и Илья Друганов. Встреча превратилась в праздничное мероприятие, говорит пресс-секретарь ВУЗа Эйзо Митрищева. Зал был забит. Битком не было уже и сидячих мест. Ребята стояли к переходах. Такое мероприятие на базе нашего университета проводится впервые. Но мы надеемся, что в дальнейшем такие встречи будут более частыми и более яркими. Атмосфера в зале была просто непередаваемая. Они были настолько активны, настолько оживлены. Когда задавали вопросы спортсменам, там просто выстроилась очередь с двух рядов. И ведущие не успевали даже передавать слово буквально. В частности, было много вопросов о том, как им удалось добиться такого успеха. Какие-то пожелания, можно сказать, были. В семинар диалоги приняли участие студенты ВУЗа, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Формат мероприятия позволил собравшимся задать интересующие вопросы и получить ответы от спикеров. Пообщаться с ними и принять участие в конкурсах. За победу в состязаниях или за интересный вопрос вручали специальные призы, футболки и плакаты с автографами почетных гостей. Также присутствовали дети из детского дома Грозного, ну а также дети из малоимущих семей. Им вручили подарки. Многие хотели пообщаться со спортсменами. Они прям выходили на сцену, фотографировались с ними. Вот, какие-то напутственные слова. Они им говорили, некоторые даже прослезились ребятки. Ну, атмосфера была просто непередаваемая. Как отметили в ЧГУ, мероприятие стало отличной возможностью для всех, кто интересуется спортом, узнать о трудностях, с которыми сталкиваются профессиональные спортсмены на пути к большим победам, а также получить советы от опытных спикеров. В завершение Чеченскому государственному университету имени Ахмата Хаджи Кадырова было вручено благодарственное письмо за организацию и проведение встречи. Также участники смогли сделать памятное фото. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова и Карачаева Черкесской Республики стартовала неделя карачаевского языка и литературы. Началась она с большой книжной экспозиции и заседания круглого стола на тему «Роль педагога, наставника в сохранении и развитии языка и культуры карачаевского народа». Подробности у корреспондента ГТРК «Карачаева Черкесия» Руфины Ковалевой. «Тебе решать судьбу родного языка». Под таким девизом за круглым столом собрались преподаватели карачаевского языка и литературы, учащиеся школ из разных районов Карачаева Черкесии, ученые языковеды, писатели и поэты республики, представители Министерства по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, работники библиотек, а также представители творческой интеллигенции. Сохранение родного языка, умение им владеть – это один из главных факторов, позволяющий сохранить народную идентичность. Об этом говорит заведующая отделом универсальных фондов Национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой Соня Гагуева. Вот нынешнее время, век телефонов, гаджетов – все мы перевели на русский язык. И, согласитесь, дома дети, если даже им говоришь на карачаевском языке, они отвечают тебе по-русски, и язык уже не сохраняется. Поэтому мы решили, тем более в этом году год педагога, решили посмотреть роль педагога в сохранении именно языка, чтобы наш народ сохранился как этнос, чтобы дети знали свой язык, свою культуру, свои обучающие традиции, мы ежегодно поднимаем этот вопрос. В нашей республике сохранению культурного и языкового достояния народов Карачаева-Черкесии уделяют достойное внимание. В Карачаево-Черкесском государственном университете работает отделение карачаевской литературы, в школах проводятся уроки карачаевского языка, издаются и обновляются пособия и учебники. Учащиеся 5-й гимназии черкеска Даулет и Азамат Тамбиевы поразили участников круглого стола потрясающим знанием родного языка. Ребята декламировали стихотворения Азамата Суюнчева. После мероприятия в интервью они признались, что знают в совершенстве родной язык в большей степени благодаря родителям. Можно сказать большое спасибо нашему папе, что он нас в детстве говорил, разговариваете на своем родном языке, он нас приучал. А потом уже, когда мы начали ходить в школу, это уже учителя, как-то заметив, решили нас поставить на конкурс. И благодаря тому, что мы начали рассказывать стихотворения на своем родном языке, у нас язык приспособился и теперь мы разговариваем хорошо на своем родном языке. Я, например, знаю много людей, которые стесняются, ну, у меня друзья есть, которые стесняются говорить на своем родном языке. Даже братья и сестры есть. Я спрашиваю у них, почему ты не разговариваешь на своем родном языке, хотя они понимают, как я разговариваю с ними. Они говорят, я стесняюсь. Я говорю, стесняюсь от того, что ты не можешь разговаривать на своем родном языке, а не то, что ты не говоришь на нем. Своими впечатлениями от мероприятия и видением пути сохранения родных языков и литературы поделился заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Ислан Хубьев. Такие мероприятия важны для того, чтобы мы могли сверить стрелки и со стороны Министерства по делам национальности, и со стороны Министерства образования, и преподавательского сообщества, писательского сообщества. Делается очень многое. Но когда мы говорим, что мы делаем, 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 а результат мы видим, что сегодня многие молодые люди уже не говорят на родных языках. И это печально. Можно книги бесконечно издавать, если их никто не будет читать, то смысла, наверное, не будет. Ислан Хубьев также коснулся немаловажной темы сохранения русского языка, который за последние десятилетия подвергся от трансформации и был загрязнен множеством иностранных выражений и слов. В соответствии с Конституцией Карачаево-Черкесской Республики все языки являются государственными. Но вопрос даже не стоит таким образом, что исчезают Карачаевский, Базинский, Ногайский, Черкесский язык. Ведь русский язык тоже под угрозой. И русский язык, он является также родным языком для всех нас. И в первую очередь, мне кажется, нужно обращать внимание на сохранение русского языка. Нашей литературы. А вы понимаете, что в современных условиях сейчас пытаются со всех сторон под санкциями России, русский язык находится также под угрозой. И совершенно справедливо считаю, что принят закон об отмене иностранных языков. Это очень важно, на мой взгляд. Почему? Потому что некоторые старшие поколения даже не знают, о чем идет речь, наименование и все остальное, что связано с заимствованными словами. Надо это приводить в порядок. И когда мы говорим о сохранении родного языка, мы прежде всего имеем русский язык, благодаря которому и обогащаются другие родные языки. В ходе заседания круглого стола прозвучали доклады на такие темы, как укрепление межнациональных отношений, профилактика экстремизма, сохранение традиционных семейных ценностей и формирование межнационального общения среди молодежи. Организаторы мероприятия также представили развернутую выставку «Просмотр», где была представлена литература об истории, бытии и культуре карачаевского народа, книги по языкознанию и литературоведению, фольклору, учебники и методические пособия для изучения карачаевского языка, а также выставку работ карачаевских художников. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Ингушетии, в Джейрахском районе в прошлом году из обрушившегося склепа извлекли артефакты, представляющие научный интерес для всего мирового сообщества. В результате кропотливой работы по изучению артефактов, которая продолжается и в настоящее время, удается получить новые факты и данные, которые изумляют видных ученых своей уникальностью. Об очередных открытиях и о воссоздании редчайших предметов истории народа расскажет корреспондент ГТРК Ингушетия Ибрахим Цуроев. В былые времена на Кавказе платок, сорванный горянкой с головы и брошенный к ногам участников смертельного поединка, заставлял опомниться. В настоящее время головной убор, поднятый из склепа в Цуре, закрывает спор о том, был Курхарс элементом традиционного костюма ингушских женщин или нет. И не один головной убор, но целая дюжина в количестве и качестве. Очень много открытий. Мы вчера сделали макросъемку и были потрясены. Тонкости работы, предметы очень высокого уровня, безусловно, это составит золотой культурный фонд даже вот на мирового уровня, не только в вашей республике. Специалисты института реставрации не скупятся на восторженные отзывы, делая предварительный осмотр. При этом местные эксперты, которым довелось более детально изучить дары царинской усыпальницы, восхищены не только оформлением Курхарса, но и техникой обработки основы этих парадных элементов. Войлок не испортился, он был пропитан, видимо, специальным раствором, специальным каким-то клеевым растительным составом, который сохранил максимально верно его форму и не позволил деформироваться ему. Благодаря этому мы взяли лекало, взяли, полностью замерили его и восстали именно форме точную копию. Курхарс, произведенный по царинским образцам в студии Истинг, стирает из памяти иные формы, восстановленные прежде местными мастерицами с душой, но не совсем корректно. Курхарс, который хранится в Ингушском государственном краеведческом музее, он деформирован. Еще один есть образец, он в Российском этнографическом музее, его в 30-е годы увезла студия Нецкая. Они тоже деформированы и по ним невозможно было восстановить подлинную форму Курхарса, что, конечно, и происходило. Восстанавливали Курхарсы, были попытки, но они не всегда были верны, не всегда были точны. В могильнике обнаружено, вероятно, и средства, на которые в средние века горцы приобретали шелк и прочие материалы. У меня на ладони самый маленький по размерам, но большой по значимости экспонат из Сори, серебряный акче султана Мурада Третьего. Не просто акче, не просто акче Мурада Третьего, но акче Мурада Третьего от Чеканины в 1574-75 годах в Шимахе, что на территории современного Азербайджана. Уникальный экземпляр. Состояние царинского акче говорит и о том, что он, вероятно, своим последним хозяином использовался по прямому назначению. Монета не имеет отверстия, дырочки, через которую она могла подвешиваться, или ушко, через которую там скалась беревочка. Монета действительно из обращения. То есть она не использовалась как украшения, а и ходилась у человека, как денежный знак. Акче был в обороте с 14 по 19 века. Очевидно, именно в этот период в ингушском языке появилось новое слово. В ингушском языке до сих пор деньги обозначаются словом ахча. Оно такое положение засвидетельствовано и для соседних кавказских народов. И все это вместе говорит в пользу того, что в ценниковое время было прямое или косвенное воздействие денежной системы Османской империи на соседние области региона. Цорий был центром крупнейшего ингушского общества по критериям своего времени мегаполисом. Историк Джабраил Чахкиев на основе предметов старины, обнаруженных в пределах этой территории в предыдущие десятилетия, утверждает. Здесь проживали наиболее искусные ремесленники и мастера, знатоки народной медицины и горского обычного права, опытные жрецы, воины и музыканты. Не исключено, что этим Дахченпандером из царинского захоронения в походах пользовался Илонч, и воин, и музыкант в одном лице. Илонч – это воин, сказитель. И он хранился с большими почестями, этот человек, потому что он мог своими сказаниями, своими Илли поднять дух в такой решающий момент. Или же, допустим, человеку, который героически поступил в какой-то определенный момент, посвятить ему целую песню Илли. На фотографии, сделанной в конце первой четверти 20 века в Цури, местный музыкант с древней разновидностью смычковых – Атхекпандером. Подобный инструмент уже восстановлен обществом дзурзуки. Стоимость серебряного акче из склепа нумизматы установить сумеют. Прочие находки, оружие, инструменты, элементы одежды и быта бесценны. Не о золоте, не о серебре, но о бронзе. Говорят останки хозяев всего этого имущества – ингушей из Цури. Вот это вот население – это очень древнее население Кавказа. Автохтонное, как мы говорим. Вот этот вот тип, исходный, еще с эпохи бронзы, вот именно у этих людей сохранился. С октября прошлого года, когда в процессе извлечения из обрушенного могильника останков более 200 царинцев, на поверхность были подняты и предметы их пользования, интерес к теме не спадает. Напротив, усиливается все новыми выводами и подтверждениями. Специалисты говорят о необходимости масштабных исследований в горной Ингушетии – 1176 башен, 1150 объектов нежилого типа мавзолеев, святилищ, склепов. Им еще открывать свои тайны, дополняя страницы истории хозяев страны, башен и легенд, аборигенов Северного Кавказа – Ингушетия. На курорте Эльбрус завершается второй по счету фестиваль снежных скульптур. В этом году общей темой праздника стали персонажи мультфильмов. Часть фигур на видовой площадке станции «Мир» была подготовлена заранее, а часть создавалась на глазах зрителей. За процессом создания наблюдал и корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Владислав Васин. Ежик в тумане, попугай Кеша, два неразлучных друга Винни-Пух и Пятачок и Чебурашка – все они главные символы фестиваля в этом году. И пока туристы наслаждаются ледовыми фигурами, архитектор и скульптор из Подмосковья Кирилл Баир делает штрихи на скульптурах во время разыгравшейся непогоды. Туристам, фотографирующим скульптуры, немного помешала метель. Но ради того, чтобы запечатлеть героев мультфильмов, многие ходят вокруг скульптур во время бури. Ведь фигуры простоят до завтра, потом растают, говорит Кирилл Баир. Для нас это такой, не совсем бизнес, у нас была такая команда из немецких, польских, эстонских, литовских скульпторов, она называлась «Скульптуризм». Мы поезжаем в различные места мира и делаем работы для людей, во-первых, радуем людей, тоже мы радуемся встрече с людьми. Сам архитектор приехал перед самым началом фестиваля, в то время как его команда уже прессовала формы. Большие блоки снега, которые поднимали на площадь перед станцией. В Прибрусе команда скульпторов впервые. Впечатлений очень много, признается за чаем Кирилл Баир. Снежный профессионал много где побывал, но мало что так впечатлило, как суровость Эльбруса. Вот Эльбрус я могу только занять Снежным полюсом. Это, наверное, самый интересный проект, мы там были два раза. Проект по созданию самых высокогорных снежных фигур не просто масштабный. О том, что скульптуры получились красивыми и даже живыми, красочно говорит тот факт, что несмотря на сильный снегопад и метель, люди приходят на площадку на Эльбрусе, чтобы полюбоваться известными персонажами. Мы на высоте почти 3500. Как состояние, как самочувствие? Отлично. Ну что, взбодримся? Конечно. Ну, можно тоже нам что-нибудь слепить, кто умеет. Вес каждой снежной статуи 10-12 тонн. В самой же команде скульпторов не только профессионалы, но и талантливые любители из разных городов страны. В целом, по словам Кирилла Баирона, создание одной фигуры уходит несколько дней. И каждый скульптор, он именно художник или скульптор, имеет иногда образование и повара, и милиционера, и в то же время делает прекрасные вещи. Ну, на одну фигуру, вот в связи с высокогорьем, она выходит приблизительно 2-2,5 дня. Это резьба. Ну, плюс до этого этот снег забивался в формы, формы поднимались на ретраках. Первый подобный фестиваль на Лебрусе прошел в феврале прошлого года. Тогда команда мастеров из Ставрополя создала фигуры медведя, маржа, лисы и кита. Какими персонажами порадуют туристов в следующий раз, говорить рано. Но уже точно известно, что, как и в этом году, любой желающий сможет принять участие в создании снежных статуй в форме увлекательной программы. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова во Владикавказе активно готовятся к новым постановкам. Сейчас полным ходом идет работа над пьесой Елены Исаевой, «Женщины Есенина», в постановке режиссера Изабеллы Каргиновой. Артисты расскажут о сложных взаимоотношениях поэта с матерью и с его возлюбленными. Сергея Есенина сыграет народный артист Северной Осетии Алан Цаллаев. На репетиции побывала корреспондент ГТРК «Алания» Наталья Фрейберг. Это очень серьезно. Я в вас влюблен. С первого взгляда давайте обвенчаемся. Вон, смотрите. Видите? Решайтесь, да или нет. Если откажете, покончу с собой. Не хотите, дайте мне подумать. Расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал дорогой. Пылкая встреча Сергея Есенина и Зинаиды Райх в исполнении артистов Русского академического театра. Репетиция пьесы Елены Исаевой по книге Захара Прилепина в постановке Изабеллы Каргиновой. Сразу оговорюсь, что мы не стремились к портретному сходству с героями, потому что, мне кажется, это не главное. Главное передать суть персонажа. И если в результате получится так, что о портретном сходстве даже никто не вспомнит, вот значит мы своих целей достигли. «Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле», – писал Есенин Райх после расставания. Но вот на сцене Зинаида, живая, с рвущейся душой, переживающая конец этой любви. Она еще надеется. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Поэт Озорной Гуляка и шесть женщин в его жизни на одной сцене. Он мечется, разрывается, не находит утешения и вновь кидает совомут. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. Темперамент, надрыв, вихрь эмоций, от которых страдал поэт на сцене русского театра, воплощает Алан Цалаев. Понять Есенина – задача не из простых. «Любящий Россию, родину свою. Своеобразно любящий своих женщин, уможающий поэзию, пишущий. Творческий человек, совершенно сумасшедший. Вот он где-то не приземленный, а он над всем». Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. «Красной нитью» через всю пьесу проходит образ матери Есенина Татьяны Титовой. Незримо она сопровождает поэта через всю жизнь, лишь увеличивая конфликт внутри народно-любимого уличного повесы. Мать Есенина всю жизнь прожила с нелюбимым человеком. И поэтому, естественно, и даже в тексте говорится о том, что когда живешь в нелюбви, то дети вырастают несчастными. Вот так и получилось в данном случае. Хочется вложить что-то свое туда, что-то с режиссером попробовать что-то сделать. Но что-то пытались достать. То, чего было на самом деле. «Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало». Анна Изрядного, Зинаида Раих, Галина Бенеславская, Сидора Дункан, Софья Толстая. Возлюбленные и оставленные. В их страданиях и рождалась любовная лирика. Премьера спектакля состоится 8 и 9 апреля. А в мае театралов ожидает еще одна новинка. По пьесе Алексея Аргузова «Мой бедный Марат». «Мой бедный Марат» мы взяли исключительно из любви к этому материалу. Из желания как-то вернуться к той великой-великой истории. Что касается «Женщины Есенина». Когда я узнал, что есть такая пьеса, которую написала Исаева по книге Захара Прилепина. Захар Прилепин сам по себе человек неординарный, очень интересный. Ну и, конечно, Есенин. Это русская классика. Казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство. Певец русских березок и московских кабаков – душа, которой, возможно, не было места в этом мире. Сергей Есенин – неидеальный и настоящий. На сцене Академического русского театра. Радиожурнал «Зори Кавказа». Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне Патроногор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромных... ...и сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Радио Ингушетия. Высокогорный юг и ровни. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая вода. Примите наш привет в эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.